В медицинском центре имени Бурназяна привычный ход работы сегодня нарушили. Внушительная делегация из Олимпийского комитета и Министерства здравоохранения во главе с Александром Жуковым и Татьяной Голиковой. Они лично проверяли, как обследуют и обследуют ли спортсменов сборной России. Атлеты иногда смущались, а врачи волновались. Кандидат медицинских прав Борисов Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, сколько было осмотрено спортсменов и какие особенности были приведены? За время наблюдения и проведения медосмотра нами было осмотрено 131 спортсменка. За время осмотра также у нас был один медотвод. Открытый медосмотр в этот день нежданно-негаданно провела для прессы и чиновников баскетбольная сборная России. Обойти 18 врачей и целый день пробыть в больнице. Физическую форму растерять здесь не получится. Беготню на тренировках сегодня просто заменили беготнёй по коридорам. Но о важности этих процедур никто не спорит. Самая неприятная процедура – это вставать в полседьмого утра и ехать сюда. Это, наверное, самая неприятная процедура. Но медицинское обследование, сами понимаете, для спортсмена это необходимая часть жизни, так сказать. Поэтому приходится тратить на это силы, возможности, время. Пока врачи отчитывались и совещались, спортсмены изучали больничные коридоры. Правда, в суете баскетболистов из виду теряли ненадолго. Спасибо высокому росту. В отличие от самих спортсменов, поводов для смеха у лиц, ответственных за их здоровье, в этот день было немного. Воспитать чемпионов без врачей и на 200 рублей в сутки – всё-таки невозможно, решили руководители. Применяемый норматив обеспечения лекарственными средствами и биологически активными добавками – от 200 до 500 рублей в сутки на одного спортсмена. 129 сборных команд вообще никак не были обеспечены медицинским персоналом. 129 сборных команд. 304 человека из разных сборных команд России прошли обследование, и выяснилось, что многие заболевания, о которых они даже не знали, в чём хронического плана, имеют место. Это говорит о том, что, в общем-то, у нас, к сожалению, за последнее время не на уровне находится и спортивная медицина в целом, и контроль за состоянием спортсменов. Хронические заболевания и новые повреждения у спортсменов находят чуть ли не на каждом подобном осмотре. Иногда выясняются и совсем поразительные вещи. Например, что за несколько лет в сборной атлеты могут так ни разу детально и не обследовать. Спасмен, может быть, вспомнит, если его тщательно расспросить, о том, что когда-то была травма. Другое дело, что он не получил должного обследования на момент этой травмы. Не потому, что кто-то не хотел, потому что не было таких возможностей. Систему спортивной медицины у нас в стране взялись, наконец, реформировать только 10 месяцев назад. И пока по статистике на 7 тысяч людей, занимающихся спортом, в России приходится один спортивный врач. Зато не только лечащий, но и болеющий. Когда прикоснулся к каждому из них, и когда листаешь телевизор, смотришь, конечно, уже болеешь за каждого, как за своего, потому что знаешь, у кого что где беспокоит, переживаешь за них с большим энтузиазмом. Обучать спортивных докторов, тщательнее проверять атлетов и вообще модернизировать всю систему спортивной медицины. Такие выводы сделали по итогам заседания в центре Бурназяна. Превратятся ли грамотные идеи в правильные поступки, будем наблюдать. Марина Губина, Станислав Руснак, Инфокс.